Марина Абазовик родилась абсолютно здоровым ребёнком. Роковой поворот судьбы случился 26 лет назад. На переходе её сбила машина. Со временем стало ухудшаться зрение. Сейчас у женщины первая группа инвалидности. Несмотря на недуг, жизнь бьёт ключом. За последние семь лет горожанка реализовала более 20 социальных проектов для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, Марина – автор и ведущая ютуб-канала «Мы есть». Я просто настолько легко адаптировалась к своему состоянию, к отсутствию зрения. Я привыкла взаимодействовать с этим миром с помощью других чувств, ощущений. Я не чувствую себя как-то некомфортно в своём состоянии. Я просто приняла эту ситуацию, наверное, ещё тогда, в 14 лет, я приняла ситуацию. Я осознала, что да, это навсегда, это будет со мной, и я научилась с этим жить. В Беларуси порядка 6% населения с ограниченными возможностями. Их социальная защита – одно из приоритетных направлений политики государства, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью. В Бобруйске впервые проводят региональный инклюзивный форум. Здесь представители общественных организаций делятся новыми идеями и проектами. Я рада, что присутствую на таком форуме, что могу выразить свою точку зрения, что такие встречи очень важны для нас, чтобы нас услышали, увидели и хоть там несколько так, в какое-то время побыли с нами и узнали именно от нас наши проблемы. На повестке дня – работа общественных организаций в период пандемии. Коронавирус стал серьезным вызовом для особенных людей. Именно поэтому в городе появилась горячая линия. Доставка продуктов и лекарств не требует лишних затрат. Услуга бесплатная и безопасная. Сотрудники Центра социальной защиты работают в масках и перчатках. Без надобности в квартиру не заходят. После покупок возвращают сдачу и предоставляют чеки. Этот форум мы собрали для того, чтобы поделиться практиками, наработками, какими-то инновационными идеями для того, чтобы улучшить качество людей с инвалидностью и их социализировать в наше непростое время. Традиционно Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Помимо ежемесячных пособий и пенсий, им всячески помогают в трудоустройстве. Больше шансов найти работу у людей с опытом и профессией. Для этого организуется их подготовка по востребованным специальностям, как показывает практика. Даже имея группу, можно заниматься любимым делом, создать крепкую семью и жить в полную силу.